МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! 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 А за что вас остановили? Вы ехали с этой стороны. Вы много тоже не говорите. Ну а зачем много говорите? А где товарищи полицейские в этот момент были? Товарищи без жертвы стояли, я чуть не даю. Не знаю. Охотились, да? Нет. Нет, мы поедем. А, ну а не поедем. Поехали прямо на дороге Игорьков. А вы зафиксировали его правонарушение? Я считаю, что это незаконная остановка. А там знаки есть? Вин еда со знака. Но чего вы сказали? Вин выезжает. Стойте с той стороны ставьте. Вин заезжает. Вин заезжает. Вин заступит. Откуда вы знаете, как я рука? Я вообще с подворотников. А я самим ее. Вы выезжаете? Я вас слышал. Но если, допустим, он поестяется, он якобы оттуда. Вам достаточно, чтобы выйти в таком подкомнении? Я утренен. Я утренен. Нет, нет, нет. Вы просто сегодня такие добрые. Ну, не знаю. О чём мыслим? Ну, то есть вы его остановили? Я считаю, что... Я соприк. Он это пояснил. Я уже за что не говорю. Знаешь, знаешь, это незаконно. Но я сразу закрыл. Но там есть знак. С той стороны. Видите, я... А где там знак? На гряку. С той стороны елик приедет. Это ест на фронтажном забору. Здесь, пожалуйста. В праворучке? Нет. Или воручке? Ну... Так само с той стороны. С центра места. Если видно из места Харькова, там есть знак. В праворучке или воручке. А чего отсюда нет знака? С той стороны есть знак. С левой стороны он стоит? В праворучке. В праворучке. Но я вижу главную дорогу. Вижу светофор. Вот там далее будет знак. А почему он за перекрестком, а не перед перекрестком? Ну, я же установил. Ну, так по этому поводу обычно шутся на дорогу. Я же с той стороны написан и не написан. В несколько раз. Пишите на столах. С той стороны он заезжает, бери перед знаком. В праворучке он обратится, а вот там... Этот светофор там вообще знаков нет. Ни главной дороги. Нету, нету, да там длительный знак. О, если вот тут попрямую ехать, есть светофор с той стороны, там знаков вообще нет. Ни главной дороги никакой нет. С этой стороны. О, где светофор, где перекресток. Да, перекосков, если с той стороны ехать. Знаков вообще, вы дороги кого-то. Вот, вот, вот. Я ехал, вот. Да вообще нету, вот. Здесь есть центр, да, вензамалевый. Ну, замалевывай. Замалевывай, на мишу вывел. Замалевывай. Замалевывай. Там можно везде ехать. Ну, шо вы в самом деле? Должно везде где-то знаков нема. Как-то, то есть, справа на дорожную руку. Если не знак 3-3, рука лонтажная, которая заборонена, значит заборонена. А в каком случае можно ехать? Ну, если есть пропуск, если есть выгрузки у них, если это товар на... Что, можно сказать? Да, полуколочен с местной администрации. А как вы это можете узнать? Вот же он у него. Как можно узнать, переверите. А основание? Основание? Ну, если знак заезжает, 3-3 заборонены. Порушу право дорожную руку, порушу. Это уже доказ того, что он порушен. Ну, если вы на знаку приезжаете. Ну, и что? А шо, можно на знаку заезжать? Ну, выезжать перед вами знаку. Ну, вам же можно все делать. Ну, как можно все делать? Ну, все вот так вот. Ну, мы опять утрируете. Кому? Да. Ну, таким мы будем утрируем. Ну, кому можно? Полицейские. Это же вы недавно активизировались. Правильно, товарищи люди? Я вас помню, сюда вы приезжали под час войсковых бей. Еще раз. Недавно мы активизировались. Конкретно я? Ну, на путь. Ну, когда мы заключались? Ну, я был в 24 часа здесь. Я никуда не уезжал. Мы отходим от темы. Человек, герующий транспортным засобом, больше 3,5 тонн, заезжает под знак 3-3, рух вантажных заборонен. Но он порушил правила дорожного движения? Чи не порушил? Порушил, это когда уже есть решение. Ну, какое решение? Постановление. Постановление. Ну, потом, потом, разглядается постанова. Ось знак. Ось автомобиль. Заехал в зону дієзнака? Заехал. Все. Центр міста Зміїв з вулиці Гагаріна, по вулиці Гагаріна, з двох світофорів, зтихий знак 3-3, рух вантажных заборонен. І площі Соборний, токеж 3-3, рух вантажных заборонен. Ось. Є для проїзду вантажных автомобилей окружна дорога. Або садова, або першотравлю. Все. То бишь, у вас вот так все легко, я так понял. Да? То бишь, заехал через центр, і все. Ну, заехав в центр, не виконав вимогу за дорожнього знаку 3-3, 8-4 В ПДР України. А ви в этот момент за ним ехали? Да. Именно четко за ним. Якщо он знав, вот, вот, знак. Скажите, я вам задаю вопрос. Вы четко за ним заехали? Да. Вы щас поймете, к чему я. Нет. Я понял, к чему. К чему я? Я понял, к чему. Когда человек заезжает под знак, ну, так мы можем вернуться и показать ему знак. Что он заехал под знак. Я это пишу. Ну, так что мы... Ну, как для того, чтобы... Вы ж понимаете... Вы знаете, что такое ГУНП и УПП? Ну. Это два разных подразделения. УПП такие, ГУНП это у каждого ГУНП. И вы понимаете, чем занимается ГУНП и чем занимается УПП? И вы это прекрасно знаете и это прекрасно знаете. Какая-то патрульная, а мы 3 ГУНП. А вы, а вы чисто старые волки, которые рвут... А шо рвать? Шо рвать? Знак 3-3 рвать? Или шо? Знак 3-3 рвать? Или шо? Легко. 340 гривен штрафа? Ну серьезно. Ну, как это старевое? Ну, это те, где работают староверы. Староверы? Это в церковь отдельную ходят? Да, да. У вас отдельная сеть. Сколько староверов? Ну, сколько я работаю? Я ж не могу знать. Не виновен я, но присылали ГАИ. Не виновен я. А я не говорю о ГАИ. Я говорю... А, кто там понесся? Рынодаста. Новенький, а у вас что-то он какой-то? Это дельничий офицерик. Наш пострадал. Так это тоже занимаются хернёй. Ну, не знаю. Ну, обычной хернёй, ребят. Ну, шо есть? Смотрите, Если бы человек на фуре не проявил, мы просто его так не остановили. Для чего? Ну, для чего? Посмотреть, как у него здоровье. Может быть? Ну, не в нынешнее время. Ну, не в нынешнее время. Ну, ладно, не в нынешнее время. Какое здоровье? Раз, полицейский. Ну, на дипломированном титуле. Это же сменый. И доктором, у кого у всех есть дипломы о том, что вы доктора. Вряд. Вот. Нет. И вы их сразу лечите. Вы их, знаете, излечиваете от всех болезней резко. Ну, это такое самоутверждённое. Никто ничего, ни о чём не думает. Почему? Ну, это шоу, что-то. Ну, потому что. Я же понимаю, что... Это доречный, на самом деле, сейчас. Если бы, я считаю так, если нарушил, вы должны доказать, что нарушил. А то, что вы его вытягиваете, его пояснение... И что? И что? А вы не будете належным доказом по 251-й? А чём не будет? Я вам на будущее подскажу. Если вы хотите сделать запрос из безопасного места, вы его должны сделать официально, через канцелярию. И вам официально его должны будут прислать. А не так, как вам... А так это коррупция. Вы же разумели? Я... Ну, мы, во-первых, присутствуем на рассмотрениях дела. Так. Мы всегда приходим с адвокатами. И мы задаём полицейским неудобные вопросы. На которых, как практика показывает, 70% полицейских становится неудобную позу. И понимает, что он не тянет эту тему. Ему приходится закрывать по 247-й части первой. Я разумею. Всё, поэтому... Я же вам не подошёл к вам, не сказал, что отпускайте его, потому что я аж приехал. Ну, я уже на отпуске, если бы даже высказал отпускать. Ну, я бы этого и не сказал. Ну, я бы, да, я понимаю. Я бы этого и не сказал. Ну, зачем? Потому что он заехал так в центр. Да, я же не его куда. Есть лазейка заехать в центр. То есть знак проехать. Объехать дров. Со стороной кружной заехать, да. Если так, то вопроса нет. Он знак ничего не нарушит. Так я же говорю, вы, как психологи, вы задаёте водителю неудобные вопросы. Это если бы вы мне задавали, вы бы получали ноль бы ответов. Я бы понимал, к чему вы клоните. Это мой вопрос. Да, я бы смотря, какой бы ответ дал. На камеру товар есть свой покупатель. Понимаете? Я хоть и не психолог, но я понимаю, с кем я общаюсь, и почему я общаюсь, и для чего я общаюсь. Вот и всё. Ваша ситуация, вы ему конкретно пытались, а вот как, а вот это. Я пытался, как он заехал. Ну, мне же треба задавать и пытаться. Правильно, для того, чтобы зафиксировать на бодикамеру. И потом, якобы, бодикамеру приложить к розгляду справа. Ну, ГУНП, к сожалению, у вас нету розгляду справа. Признаёшь вину? Да, признаю. Годится, всё, получаю свой штраф. Вот так работать. Я с многими полицейскими общаюсь, с многими мусорами общаюсь, с многими пи***ми общаюсь. И с многими водителями общаюсь. И каждый, поверьте, рассказывает такие мне истории, что у меня уши вот так вот заворачиваются, а волосы выпадают. Потому что... Рассказывают. Ну, это факты. А я вам скажу больше, у меня ещё и факты бывают. И такие жёсткие факты, что потом сказать ничего не может. Потому что я сказал, что я прав. Значит, я прав. В общем, короче, это, друзьяки. Это город Змеёв. Полицейские отпустили мужичка. Мужик поехал дальше, они ему объяснили. Вроде бы не быкуют, ничего, нормально. Но вы знаете, что я ещё... В Змеёве тоже есть трэшовые у меня актёры, которые могут сделать мне контент. Эти... Да, до побачива. До побачива. До побачива. Ну, как-то так. Вам могу сказать одно. Не нарушайте правила дорожного движения. И изучайте матчасть. Обязательно. Но если вам нравится мой контент, вы можете поставить свой донат по ссылке в описании. Да, я ещё знаю, что многие из вас не подписаны на мой канал и на мои соцсети. Поэтому вам нужно обязательно подписаться на мой канал. И я погнал дальше. Мужика отпустили.